Сегодня 91 год со дня рождения выдающегося украинского режиссера-мультипликатора Давида Черкасского. В мире кинематографа аниматор оказался случайно. Его приятель как-то услышал по радио о наборе творцов в новое подразделение Киевноучфильма «Мультипликационное», а затем рассказал об этом талантливому другу. Несмотря на отсутствие диплома художника, Черкасский взял свои работы и пошел в студию. В итоге его приняли на работу. Давид Мастерски использовал новаторские приемы, совмещая в кадре мультипликацию и игровые съемки. Черкасский известен прежде всего как создатель таких анимационных мультсериалов, как «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ». Эти работы знают не только в Украине, но и за ее пределами. Сегодня 48-й день рождения отмечает Сергей Жадан, один из самых известных и титулованных современных украинских писателей. Он родился в Старобельске Луганской области. Высшее образование получил в Харьковском педагогическом университете имени Григория Сковороды. Успех пришел к Жадану после выхода в свет романа «Ворошиловград». Это произведение писатель посвятил рейдерству. Книга получила международный успех, ее перевели на 13 языков мира, а также стала книгой десятилетия по версии BBC. Кроме того, этот труд лег в основу фильма «Дикое поле». Не менее значимая работа писателя – роман о войне на Донбассе «Интернат». Произведения Сергея Жадана неоднократно отмечались престижными национальными и международными премиями. Они переведены на 30 языков мира, в частности на английский, шведский, немецкий, венгерский. А учрежденный писателем благотворительный фонд поддерживает образовательные и культурные инициативы в зоне боевых действий. Сегодня день государственного флага Украины. История сине-желтого национального атрибута отражает историю украинской государственности. Со времен крещения Руси синий и желтый всегда присутствовали на флагах нашего государства в разные века. В том варианте, как мы видим его сейчас, украинский флаг был поднят во Львове в июне 1848 года. Самый большой украинский флаг площадью 2400 квадратных метров развернули в 2012 году в Киеве. Его ширина 40 метров, а длина 60. Для сравнения, это полотнище больше, чем хоккейная площадка. Впечатляющий своими размерами флаг внесли в Книгу рекордов Гиннеса. А каким будет 23 августа 2022 года, зависит от каждого из нас.